ГТРК Корска и РУСФОНД продолжают совместную акцию помощи детям. Чтобы принять участие в судьбе больного ребенка, необходимо отправить СМС-сообщение со словом «Дети» номер 5542. Сегодня в вашей помощи нуждается Никита Пеньков. Хрустальный мальчик с твердым характером. Соскучился по одноклассникам, делится Никита, прогуливаясь с мамой возле школы. О них мальчик написал стихотворение. Наши девочки танцуют, вяжут, шьют, пекут торты, а мальчишки, улыбаясь, говорят им «Молодцы». Никита – отличник. Учится в музыкальной школе, играет на скрипке, ходит в драматическую студию, увлекается сценическим искусством. На конкурсе «Добрая волна» в Казани мальчик получил приз зрительских симпатий и четвероногого друга. Мне несут большую коробку, я заглядываю туда, а где что? Потом вижу в уголке сидит маленький комочек. Это был вот Йосика. В свободное время Никита катается на велосипеде и плавает в бассейне. Все это казалось невозможным, когда впервые прозвучал диагноз – несовершенный остеогенез. Это врожденная ломкость костей. В утробе мальчик уже перенес несколько переломов. За первый год жизни еще десяток. Ломалось все – бедра, ключицы, плечи, руки. Каждый курс лечения уплотнял кости. Переломы происходили редко, но когда мальчик начал ходить, участились. После сложных травм со смещением костей в клинике экстренно проводили хирургические операции. Устанавливали металлоконструкции в кости. Мальчик вырастал и их меняли. Когда Никита за год вырос на 6 сантиметров и сломал бедро выше штифта, установили два телескопических. Все лечение проходило за счет жертвователей Росфонда. Он сейчас может проснуться, сам встать, дойти до ванны, сделать свои утренние процедуры самостоятельно. Я в это время готовлю завтрак. Единственное, только я из кухни могу его позвать и сказать, Никита, сынок, тебе помощь нужна. В ответ слышу, нет, мамочка, не надо, я сам самостоятельно. Он приходит ко мне сам, конечно, он держится, у него опоры – это стены, урочник. Но это большое счастье для нас. Мне уже не страшно, и почему не страшно? Потому что у меня иногда приходит сила какая-то в ноги, и мне кажется, я сейчас побегу вперед паровоза. Сила приходит благодаря эффективному лечению. Сейчас Никите вновь необходим курс помидраната. Очень важно, пока Никита растет, не прерывать медикаментозного лечения, иначе все, что достигнуто, будет утеряно. Вернутся частые переломы, и Никита потеряет способность ходить. Лечение помидранатом и реабилитационные занятия необходимо продолжать. Стоимость лечения – 544 320 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Никите просто. Отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Его стоимость – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Росфонда. А владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Он мечтает о том, что когда-нибудь мама ему скажет, «Никита, сходи, пожалуйста, в магазин за хлебом». А Никита сам самостоятельно это сделает. Виктория Шурыгина, Юрий Мочалин. Вести Курск.